Аллилуйя! Да будет слава Богу! Повернись к соседу, возьми их за руку. Как я сказал, передай ему немножко веры. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим за то, что Ты собираешься сегодня совершить, за то, что Ты уже совершил, и за то, что Ты сегодня передашь нам. Благослови людей справа от меня и слева от меня. Благослови их вне всякого измерения во имя Иисуса. И весь народ скажет Аминь. Вы можете присаживаться. Ну что ж, Аллилуйя! Знаете, я не часто путешествую. И знаете, я очень хорошо понимаю, когда Дух Святой находится в церкви и когда его там нет. Аминь. Вы знаете, апостол Павел в конце своей жизни в Деяниях 26 главе, не открывайте, его привели к царю Агриппе и к Феликсу в 27-28 стихе. И они спрашивали, что ты скажешь о себе? И вот, что сказал Павел. Он говорит, я почитаю себя счастливым. Мы сами говорим себе, знаете, Библия говорит, что радуйся, потому что это день, который создал Господь. не говорит, что нужно быть, нужно не радоваться. Нет, написано, я буду радоваться. Иногда мы должны просто радоваться, просто быть счастливыми. У нас вчера вечером было чудесное служение. Есть ли здесь люди, которые пришли на служение и вчера, были на служении вчера? Сегодня будет чудесное служение. Будет великое служение. Сколько из вас пришли сюда с ожиданием? С ожиданием. Знаете, мне нравится говорить так. Атмосфера ожидания это основание для чуда. Аминь. Просто нужно будет протянуть руку и взять это чудо. Мне нравится говорить людям, что просто можете повернуться к людям и сказать, в следующий раз, когда ты меня увидишь. Я не буду таким же, какой я сегодня. Потому что я пришел принять, получить свое благословение, получить свое чудо. Я пришел получить свой прорыв. Я пришел выйти из того, в чем я находился, из тех уз, в которых я находился. Ну что ж, как я сказал вчера вечера, мы с женой, мы вместе уже 46 лет. Вау! Ух ты! Это довольно долгий период. 46 лет. У нас три дочки. У меня пять внуков. И три правнука. Я женился на своей жене в будущем, когда ей было 10. Шутка. Нет, у нас... Мы прожили чудесную жизнь. Мы не кончили еще, не закончили. И мои дети, они такие живые. Они просто как почти сумасшедшие себя ведут. И они никогда не могут успокоиться. Знаешь, мир хочет, чтобы мы просто остановились и успокоились. Но нет, мы должны быть просто радикальными. У нас нет времени успокоиться и ничего не делать. Потому что Иисус, Он возвращается. Аминь. Аминь. Вчера вечером я начал, и сегодня также хочу поговорить об этом, начать с этого. Есть нечто, что есть у вас, у вас с нами. И я называю это личностью. Как бы мы, наша сущность, это верующие. Мы верующие. Знаешь, мы верующие. Я не пытаюсь поверить. Не то, что я пытаюсь, молюсь, чтобы поверить. Нет, я верю. Мы верим в это. Конечно, может потребоваться время для того, чтобы... Потребоваться нам время. Но, как я сказала вчера, Когда я лежала в кровати в своей комнате в гостинице, Я почувствовал, как Господь нечто полагает в моем сердце сказать людям. Он сказал, скажи этим людям в этой церкви, Что я собираюсь, намереваюсь ускорить, я собираюсь действовать быстрее, чем раньше. И то, что раньше занимало 10 лет, потребует всего год. И то, что требовало год, потребует всего день для совершения. Бог собирается двигаться. Будьте готовы. Готовы ли вы или нет, Бог будет двигаться. Аминь. И в этой церкви я просто почувствовал, как Господь говорит, Что я на вас собираюсь возложить Помазание Помазание Юридическое и Конституционное помазание. И люди будут привлекаться в вашу церковь. Слава Божья, она будет являться через нас. Это здание, это здание торжества. Вы скажете, ну да, мы церковь, мы с тобой, мы церковь. Куда бы мы ни пошли, мы церковь. Иногда я сажусь в самолет, и люди спрашивают, что ты делаешь? И я говорю им, я встречаюсь с ними, разговариваю, привожу к Богу и отпускаю их. Это просто игра слов. Знаете, церковь, она должна быть благой, она должна быть в удовольствии. Знаете, мы не просто получаем веру, мы верим. Мы принимаем веру. Павел говорит во втором Коринфинах 4.13. Он говорит, он говорит, я веровал и потому говорил. Знаете, у веры есть голос. И так же вера имеет отношение. Если твою веру кто-то толкнет, она идет вперед. Я не пытаюсь приобрести веру, поскольку я верующий. Я не молюсь, чтобы привести веру в свою жизнь. Я не надеюсь, что у меня будет вера. Вера – это твоя сущность, то, кто ты есть. Мы должны глубоко в основании утвердить свои ноги на основании, чтобы я не колебался и не реагировал на то, что я вижу и что происходит вокруг меня, чтобы это не смогло двигать меня, но чтобы я двигался на основании того, что мне говорит Дух Святой. Аминь. Я верю, что Бог очень быстро сегодня двигается. Как я сказал вчера вечером, Он уже выводит понятие времени из уравнения в нашем служении, в нашей церкви. Наша церковь родилась в 1984 году. И пасторы, которые его основали, это служение, они передали нам с женой церковь. И мы были пасторами в этой церкви 23,5 года. И церковь называлась «Сеяние, время и жатва». Это из бытия 10,28. Пока земля существует, «Сеяние и жатва» не прекратится. Но я молился в пятницу, и я почувствовал, как Дух говорит. Я собираюсь вывести это слово «время» из уравнения, просто удалить. То есть будет «Сеяние и жатва». «Сеяние и жатва». Ты сеешь семя, и очень скоро ты пожинаешь. Бог ускорит это время. Он ускорит твою цель. Он просто выводит время из уравнения. Он говорит, ты сеешь, и тогда будет так, что ты будешь сеять и пожинать. Сеять и пожинать сразу. Аллилуйя! Я сказала «Аллилуйя!» Аллилуйя! Да будет слава Богу! Да будет слава Богу! Вчера вечером я рассказал вам одну историю. Я думаю, эта история описана в 3 царств 18 главе. 3 царств 18 глава. 41 стиха я прочту. Третья книга царств 18 глава. 41 стиха. Здесь на горизонте появляется Илья, пророк. И в стране засуха. Знаете, из той местности, из которой я приехал, я родился в Техасе, в городе Хьюстон. Вы знаете, где он находится. В этом году у нас были проливные дожди. И в один день, 24 часа без перерыва шел дождь. И около 24 дюймов дождя у нас было. Но в этой истории, в 3 царств, засуха была в местности. И в 41 стихе говорится, что и сказал Илья Ахаву. В 43 стихе. И сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Потому что слышен шум дождя. Это в 41 стихе. Ибо слышен шум дождя. Шум дождя с небес. Это шум обильного дождя. И в следующем стихе он говорит своему отроку, своему слуге. Потому что они находились на горе Кармил. И написано, он наклонился к земле, приложил лицо свое между коленами своими. И сказал отроку своему, пойди, посмотри на восток. Потому что я слышу шум обильного дождя. И отрок возвращается и говорит ему, пророк. Видите, это пророческое слово было сказано. Но отрок возвращается и говорит, я ничего не вижу, нету там дождя. И пророк говорит, неважно, иди обратно и еще раз проверь. И он еще раз проверяет, возвращается и говорит снова, что нет дождя, ничего нет. Послушайте. Когда пророк встает и высвобождает, провозглашает слово. Слово, это слово, это пророчество, послушайте, это пророчество, уже совершенный факт. Неважно, произойдет это через 10 лет или через, извините, через 10 дней или через некоторое время. Неважно, что кто-то не видит этого пророчества, мы не пророчествуем, исходя из того, что мы видим. Неважно, видно или нет, оно произойдет. Я пророчествую, что есть сильный глаз дождя, сильный шум дождя. Аминь. И он говорит в третий раз своему отроку, иди и посмотри. Он в третий раз смотрит и говорит, нет ничего. Он говорит, иди и еще раз посмотри. В пятый раз, в шестой, в седьмой. И только в седьмой раз, номер семь. Семь это число совершенства. В седьмой раз он вернулся и сказал Илье. Он сказал, Илья, я вижу маленькое облако, небольшое облако. С ладонь человеческую величиной, которая поднимается от моря. И он сказал, пойди и скажи Ахаву. И я говорю сейчас вам, этому дому, что будет дождь в 2017 году. Будет пробуждение в 2017 году. И идет обильный дождь. Я пророчествую в Духе Святом. В 2017 году и зальется обильный дождь пробуждения. Пробуждение идет. Оно грядет. И люди будут приходить к Богу. Мне нравятся эти истории. Я просто так воодушевлен. Люди спрашивают, люди, которых я знаю, еще я знал прежде, чем я вошел в служение. И они спрашивают меня, ты веришь в эти истории, которые написаны в Библии? Я говорю, конечно. Если Бог сказал, что топор просто поднимется и будет на воде, на поверхности воды, значит это будет. Если Бог говорит, что во рту рыбы ты найдешь монету, значит ты найдешь. Значит, эта монета просто найдет свой путь и будет находиться во рту рыбы. В 4 книге царств, в 17 главе. Вам помогает то, что я сейчас говорю. 4 книга царств, 7 глава. Здесь мы видим пророка Елисея. Это просто удивительно. Пророк Елисей, мы его видим, и он говорит слово, провозглашает слово. Он говорит, слушайте слово Божие. Так говорит Господь. Он говорит в отношении того царства. И царство, оно, знаете, он говорит это царю, а царь там представляет дух этого мира. Знаете, мы не переживаем Бога своим разумом. Аминь. Бог есть дух. Мы поклоняемся ему в духе и истине. Слово Божие приходит к Елисею, извините. Слово Божие приходит к Елисею, и он говорит царю. Так говорит Господь, завтра в это время мера ячменной муки, мера лучшей муки будет продаваться по сиклю у ворот Самарии. Сидя у этих ворот. Вы знаете эту историю, там сидели четыре прокаженных. И они знали о том, что голод в стране, в городе. Но они не знали, что это слово было провозглашено и сказано царю, пророком. Знаете, Бог сегодня улаживает. Он готовит для нас кое-что. Мы находимся вот на правильном месте, в правильном месте. И посмотрите. Во втором стихе написано. И отвечал сановник на руку, которого царь опирался. Человеку Божию. Этот сановник, он даже не указывается, даже его имя не указывается, имя этого сановника. Но этот человек в истории, он представляет твое понимание, твой ум. Что говорит Писание? Говорит, доверяй Богу и не полагайся на разум свой. Полагайся, доверяй Господу всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Вот как я это интерпретирую, объясняю. Когда Господь служит словом этому царю, принося ему это слово, этот человек, на руку которого царь опирался, он интерпретирует, объясняет это слово. И вот что говорится во втором стихе. Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? Это очень похоже на нас. Бог пытается служить нам в духе, и вдруг наш разум останавливает то, что Господь пытается сказать. И мы должны принять это не умом. Наш ум пытается противиться, он пытается остановить это, сказать невозможно. Но мне нравится эта история, как эти четыре прокаженных, они сидят при входе в ворота. И в третьем стихе написано, что они находились и говорили друг другу. Что нам сидеть здесь? Знаете, для меня вот этот вопрос действительно является вопросом. «Зачем? Почему мы сейчас сидим здесь?» Эти четверо прокаженных, они умирали с голоду. И вдруг эти четыре прокаженных решат, «Зачем нам сидеть здесь, когда мы можем продвигаться к воротам?» Возможно, они говорят сами себе. «Зачем нам нужно подойти чуть ближе к воротам, чтобы, если даже мы умрем, мы умерли поближе к еде». Знаете, прокаженные не знали. Они не знали, что слово было сказано царю. Потому что царю было сказано, в это время, завтра, то, что потребовало бы десять лет, потребует всего год. Бог совершит невозможное и сделает это возможным. Для человека это невозможно, но все возможно Богу. Если вы изучите историю, эту историю, вы увидите, что эти четверо прокаженных, они сидели вне ворот. И вдруг что-то на них сошло. И они начинают продвигаться, продвигаться вперед. И они продвигаются к воротам. Там, где мы жили, в западном Техасе, там много, много песка, больше, чем вы можете представить. Если ты идешь по песку, песок, он издает звук, как бы, этот шорох. И Библия говорит, что Бог сошел и посмотрел, и услышал, как эти четверо прокаженных продвигаются, ходят, идут. Он поднял этот шум шагов в небеса, он увеличил этот шум, умножил, и потом этим шумом сошел, этим шумом в стан врага, и враг подумал, что великая армия идет на них. И когда эти четверо прокаженных дошли до стана врага, они поняли, что там никого уже нет. И они вошли туда, набрали себе пищу, набрали одежды. И вот слово для нас сегодня. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Когда ты продолжаешь идти, Бог продолжает действовать. Когда ты продолжаешь продвигаться, Бог продолжает действовать. Мы должны продолжать действовать, и Бог будет продолжать. Он говорит, я продолжаю действовать, просто не останавливайся, иди. Бог говорит, я работаю над тобой, я сделаю так, что этот шум сойдет, и враг убежит, как в этой истории, подумав, что есть большая армия впереди. Аминь. Господь убирает время из уравнения. В Деяниях 2 главе. Это помогает кому-нибудь из вас. Мне помогает. Я верю, что многие люди, прежде чем они покинут это место, они получат уже свой прорыв. Аминь. Аминь. Я верю, что люди, прежде чем встать со своих мест, они уже будут благословены и получат прорыв небесный, которого у них никогда не было. Аллилуйя! Аллилуйя! Написано, при наступлении дня Пятидесятницы, вторая глава книги Деяний. Мы говорим о продвижении, об ускорении. Знаете, Бог не так заинтересован, Ему не так интересно время, как мы, как нам. Сколько из вас чувствует, что сейчас все намного быстрее происходит, ускоряется? Кто из вас это чувствует? Быстрее и быстрее. Оно ускоряется. При наступлении дня Пятидесятницы, с первого стиха, все они были единодушны вместе. Знаете, при наступлении это процесс. Знаете, уравнение этого процесса, оно включало время. Но это уже произошло, поэтому здесь уже нам не нужно ожидать. И написано внезапно. Помните, вчера мы поговорили о внезапности. Внезапно. Но потом еще лучше говорится, когда мы в Деяниях третьей главе уже видим, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали. Знаете, иногда нам нужно просто нести людей на себе некоторое время. Вы же верите, что нам нужно иногда на себе некоторых людей нести. Мы их несем, и потом мы полагаем их куда-то, и уже они могут сами ходить. Хромого от чрева матери своей и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить милостыни у входящих в храм. Написано, он просил милостыни у входящих. И увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр Сиоаннов, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. Я переиначиваю это время. Это то, что написано. Он говорит, тебе на самом деле не нужны деньги, они тебе не помогут. Действительно, это так. это так и есть, потому что Татар говорит, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Он сказал, тебе деньги не нужны, деньги, они временные. Возможно, они говорили храмову, храмову, послушай, мы не хотим помочь тебе деньгами, потому что деньги, просто временная помощь будет тебе через деньги. Но то, что мы дадим тебе, это будет с тобой вовек. Петр и Иоанн, скорее всего, сказали ему, мы не пришли сегодня к тебе просто дать тебе палку или костыли, мы пришли взять тебя за руку и поставить тебя на ноги. И дальше продолжается история, говорит, и взяв его за правую руку, поднял, и вдруг, в другом переводе сразу, моментально, во второй главе мы увидели слово внезапно, здесь написано вдруг, моментально. Мы видим это слово. сколько из вас хочет принять моментально, прямо сейчас, прежде чем уйдет из этого зала, принять моментальный прорыв, моментальное изменение. Аллилуйя! Я сказал Аллилуйя! Аллилуйя! Да будет слава Богу! Вау! Вдруг сразу, сразу же перейдем сейчас сразу в 16 стих. Нет, Диане 16 главу. Диане 16 глава. Слава да будет Богу! Здесь мы видим историю о Павле и Силе для того, чтобы не тратить много времени, я быстро прочту. Павел и Сила они молятся и они находились в тюрьме. В 19 главе написано, когда господа ее видят, что исчезла надежда дохода, схватили. Павла и Силы повлекли на площадь к начальникам, потом сажают в тюрьму. И в 25 стихе написано, около полуночи Павел и Сила молились. Я читал это место сегодня и я услышал, как Дух Святой сказал, что они были в единстве, они молились в единстве. Очень важно, чтобы мы были в единстве друг с другом, чтобы мы соглашались со Словом. Павел и Сила согласились в молитве. Просто остановись и подумай об этом. Здесь написано, Павел и Сила молясь и около полуночи и написано, они начали воспевать Богу. Воспевали Бога. Просто подумай на мгновение. Представь, когда Сила, если бы, представь, Сила говорит Павлу, я не хочу петь, мне неинтересны твои песни, потому что куда бы мы вместе с тобой не пошли, нас бросают в тюрьму, нас побивают, и у нас ужасная ситуация, мы в проблемах. О чем нам петь? Я просто говорю, представь, если бы он сказал так. Если бы Сила сказал, ну, делай, что хочешь, сам воспевай Господу. Но послушай, здесь написано, они в согласии молились, и они воспевали Бога. Это реальная история. И в 26-м стихе написано, вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы. тотчас, тотчас, сразу же отворились все двери, и написано, и у всех, написано, все двери, все двери темницы открылись, не только двери Павла и Силы, написано, что потом все узы ослабели, то есть все эти цепи, они ослабели, всех узников, не только Павла и Силы, люди, я говорю вам, в 2017-м году всякая дверь откроется, и все узы, которые мешают вам, которые мешают вам, которые причинят вам проблемы, они падут. 2017-й год, всякая дверь, все двери откроются, которые были закрыты. 2017-й будет годом сверхъестественного. Сверхъестественный год, необычный, но всякая дверь откроется, всякая цепь, которая была на нас, она падет. Вау! Да будет слава Богу! Давайте воздадим Богу аплодисменты. сейчас, сейчас, сейчас высвобождается это слово. Да будет слава Богу! Да будет слава Богу! Слава да будет Богу! Давайте встанем. Прошу вас, встаньте. слава да будет Богу! Я молюсь, чтобы это вам помогло сегодня. понимаете, пророк, Библия говорит, что есть двенадцать малых пророков, и Аввакум, Аввакум восьмой из них, из этих двенадцати, он похож на многих из нас, когда мы чего-то не видим, мы начинаем жаловаться. Мы начинаем грустить, и если прочитать первую главу пророка Аввакума, в этой главе он жалуется Богу, он просто изливает свое сердце, он плачет, почему ты не совершил ничего в этой стране, что за ужасный народ здесь, что происходит с твоей скинией, посмотри, и знаете, вот что я вижу здесь, что как бы Дух Святой, когда он жаловался, Дух Святой пришел и просто похлопал его по спине, и он говорит, Аввакум, Аввакум, я собираюсь исполнить дело, Господь собирается дело совершить, он говорит, я собираюсь совершить дело в твои дни, которые, если бы вам рассказали об этом, вы бы не поверили, скажите сейчас, 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 если вы откроете книгу Деяний, у нас, конечно, мало времени, но Павел, он получил откровение, и он сказал, что я совершаю дело, он переходит с прошлого времени в настоящее время, Павел говорит, я буду совершать дело в ваши дни, о котором, если бы вам рассказали, вы бы не поверили, потому что нечто чудесное, чудо совершается в нашей жизни, в 2017 году это будет, оно грядет, это грядет, это грядет, просто великая власть, и великая храбрость придет на вас, церковь, ведь нам сказано в книге евреев подходить к престолу Божьему с терзновением, и мы делаем это, благодаря Богу, он совершит чудесные вещи в этой церкви, это грядет, это приходит к нам, понимаете, вы же можете услышать это, прежде чем я вошел в служение, я учился в библейской школе, и прежде этого я был директором по маркетингу в большой транспортной компании в городе Сан-Франциско, это была транспортная компания, которая имела дело с миллиардами долларов, но вы знаете, как в этой истории, где Елисей сказал Одраку, иди, ты можешь услышать, ты можешь услышать прорыв, если ты слушаешь не головой, а духом, духовным человеком, ты можешь услышать, я слышу шум, я слышу шум, обилие, обилие грядет, как локомотив просто, оно приходит, оно приходит, оно приходит, оно приходит, я сказал, оно приходит, я пророчествую, Я пророчествую на этот дом. Будьте готовы, будьте готовы, будьте готовы. Если бы кто-то вам сказал об этом, вы бы не поверили. Если бы нам сказали об этом. Когда я работал в этой компании транспортной, мы с женой согласились. Потому что в Библии написано, как двое пойдут вместе, не согласившись. В 1996 году Господь сказал, что сейчас время учиться в библейской школе. Я когда услышал это, сказал, отойди от меня, сатана. В мой возраст, в мои годы, у меня есть деньги. Это твой разум, который остановит то, что Господь хочет сказать тебе в духе. И, знаете, меня четыре раза повышали. И просто, если бы я сказал, на какую работу меня продвинули, ты просто не можешь представить. Я находился в западном Техасе, в Техасе, в большом офисе. Мой начальник был в Лос-Анджелесе, находился. И он сказал, я хочу продвинуть тебя, повысить тебя, чтобы ты стал ассистентом, как бы вице-президентом, то есть пред-вице-президентом. Но, знаешь, я был уже, как бы, я нес уже бремя, я был как бы беремен словом служить. Чтобы долго не рассказывать эту историю, я позвонил, и я вернулся, я вернулся в свой офис, посмотрел на свой компьютер. И совет директоров моей компании, они предлагали людям, таким, как я, в конце своей карьеры, как бы откупные. То есть это называется ускорение. То есть они дали мне возможность выйти на пенсию скорее, чем нужно было. Давайте, давайте, сейчас склоним головы, закроем глаза и будем молиться. Никто пусть не смотрит. Если вы находитесь здесь, скажите, и говорите, пастор Рус, я услышал то, о чем ты сказал, и это послужило, коснулось моей жизни. Я не понимаю этого полностью, но я верующий. И кто-то, кто-то еще может сказать, я понимаю то, что ты говоришь, но я не верующий. И возможно, ты здесь находишься, в этой большой церкви, и ты говоришь, я не знаю Иисуса, я не знаю Иисуса в действительности. И если ты сегодня умер бы, ты не уверен, что ты окажешься на небесах, а не в аду. Если ты не уверен в этом. Прямо сейчас в мире, просто послушайте меня, население мира составляет 7,5-7,6 миллиардов людей. Два и три десятых миллиона никогда не слышали о том, о чем я сегодня говорю. Триста миллионов людей в мире сегодня не имеют Библии, написанной на их языке. Люди, пришло время жатвы. Если ты находишься сегодня здесь, и вы говорите, пастор Рус, я не уверен, что если я выйду из этого здания, что я попаду на небо, если я сегодня умру. Знаешь, когда Иисус послал своих 70 учеников, они вернулись, и они сказали, Иисус, мы воскрешали мертвых, больные исцелялись. Иисус сказал, это прекрасно, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни.